Сегодня прошла первая в этом году сессия городского совета. Спустя три месяца после последнего заседания депутаты решили расставить точки в самых скандальных вопросах прошлого года. Они назначили нового директора коммунального телеканала МТМ, приняли решение о реформировании коммунального предприятия «Паркуванье» и признали работу по реформированию системы ЖКХ в Запорожье неудовлетворительной. Подробности у нашего корреспондента. Первую в этом году сессию городского совета мэр Евгений Карташов решил начать с позитива. Сначала в зале наградили запорожских детей спортсменов, которые взяли на чемпионате Европы по ушу медали всех категорий, а затем мэр выступил с позитивом к депутатскому корпусу о консолидации и единстве. Что каждый из нас, присутствующий здесь, должен отбросить все свои, наверное, политические страсти, которые были в прошлом, и заняться конкретным делом. Всем нам надо заняться работой. Очень много проблем, и одна из основных и главных которых – это бюджет города Запорожья. Депутаты мэра послушали, но сделали по-своему. По инициативе четырех фракций горсовета вопросы, в которых мэрия и горсовет принципиально разошлись еще в прошлом году, были вынесены в главу повестки дня и заняли основное время сессии. Так, директором коммунального канала МТМ все же была назначена Людмила Маринюк, главный редактор газеты «Наше время плюс», член фракции партии регионов. И самое главное для любого телеканала, для любого средства массовой информации – это объективность. И я обещаю депутатскому корпусу, что горожане, те люди, которые нас избирали, объективно будут знать о тех событиях, я еще раз подчеркиваю, объективно и правдиво будут знать о тех событиях, которые происходят у нас в городском совете, в городском исполкоме, ну и в любимом городе Запорожье. Сегодня же депутаты поставили практически точку в работе еще одного коммунального предприятия – паркувания. Согласно решению, которое было принято на сессии с 1 апреля в Запорожье, сбор за парковку взыматься не будет. А в дальнейшем и вовсе может идти речь о ликвидации предприятия паркувания. Мы предложили провести в открытом эфире на телеканале МТМ аукцион на право аренды парковочных мест, в котором примут решение любые предприятия, любые частные предприниматели, а не только КП паркувания. Это чисто экономическое решение, которое позволяет и увеличить поступление в бюджет, и дать возможность людям не оплачивать парковочный сбор до 1-го числа следующего года, пока будет длиться кризис. Последним вопросом из списка остро обсуждаемых стал вопрос реформирования ЖКХ в Запорожье. Депутаты признали работу исполнительной власти в этом направлении неудовлетворительной и обязали мэра взять под личный контроль дальнейшую работу по реформированию городского хозяйства. Остальные вопросы, которые касаются жизнедеятельности города, бюджетные, приватизационные и земельные, принимались уже без особых обсуждений и пакетным голосованием. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...